Дмитрий Хворостовский Дмитрий Хворостовский прилетел в столицу из Петербурга. Там с юбилейной программой собрал Ледовый дворец. Завтра полный зал обещает в Кремле. Наверное, первый раз, но во всяком случае в моей практике и на моей памяти вот подобный большой гала-концерт оперный, когда по-настоящему большие звезды, большие певцы участвуют в одном концерте. Вокальная поддержка Хворостовского. Друзья, они же коллеги. Практически оперная сборная мира. Мексиканский тенор Рамон Варгас, басы братья Аскара, Ильдар Абдразаковы, мецо-сопрано Екатерина Губанова и сопрано из Италии, Барбара Фритоли. Российская публика совершенно особенная. Очень много ценителей, которые увлекаются музыкой. И много обычных людей, которые знают фразы из итальянских опер и действительно понимают их. Для меня всегда большая ответственность, своего рода вызов, петь в России. Как уже сказала Барбара, вы очень музыкальная страна. Здесь много серьезных исполнителей. Рамон Варгас, давний друг Хворостовского. Знакомый уже 18 лет. Вместе пели в Евгении Онегине. Как исполняют Арию Ленского Рамон, не поет никто. Жалко убивать. Смеется Хворостовский. Тем более, что он меня на каждом спектакле скармливал хакахетой. Такое мексиканское сгущенное молоко козы. Козья. Я в нашей сцене ссоры, когда ты не танцуешь Ленский, у меня была такая вот вазочка, наполненная доверху кахетой. И я вот за этот дуэт, я его съедал. В программе Арии Дуэта из Уперчайковского Пучини Верди Безе по опыту Петербурга не исключена барочная музыка и номера в стиле классического кроссовера. Я надеюсь, что многие, те, которые в общем борчат, что они не получают достаточного времени, получат этого сполна. Эльвира Могилевская, Владимир Полунин. Новости культуры.